Apple и Amazon соревнуются за звание самой дорогой компании в мире. И хотя пока яблочная корпорация лидирует в этой гонке, аналитики считают, что именно Amazon станет первой в мире компанией, которая перевалит за отметку в триллион долларов. Во всяком случае, все к этому идет. На прошлой неделе капитализация интернет-гигантов впервые превысила 900 миллиардов долларов. Но сейчас ведь он стоит чуть меньше 900. Чуть-чуть меньше, да, действительно он потерял, но все равно растет значительно быстрее, чем Apple. Получается, что две самых дорогих компаний мира – это виртуальный сектор. Это цифровая экономика. Добавлю я вообще понятия сейчас, но слуху все о этой цифровой экономике говорят. Но что это такое на самом деле? Разобраться нам поможет экономический обозреватель Олег Савченко. Цифровая экономика. Что это такое? Этот термин точно уже вошел в наш обиход. Даже на уровне школьников. Тот самый электронный дневник, который был принят, он уже в порядке вещей. Это уже как норма. И таких примеров масса. Управляемые холодильники, управляемые умные дома. Сейчас, предполагается, целые города будут управляться по одной системе. Всемирный банк даже выпустил отчет. Называется «Цифровые дивиенты». В России на уровне руководства правительством страны принята отдельная целевая программа. Называется «Развитие цифровой экономики». Так все-таки, что это такое цифровая экономика? И что нам в ближайшем будущем ожидать от нее? Давайте разбираться. Для того, чтобы разобраться, что такое цифровая экономика, очень важно дать точное определение термину «интернет вещей». Это способность устройств, механизмов получать информацию. Принимать решения, общаться между собой, взаимодействовать. Самое главное – без участия человека. То есть риск человеческого фактора убирать. И вот уже цифровая экономика присутствует практически везде. В сельском хозяйстве, в промышленности, в госуправлении, в администрировании. А самое главное – в быту. Мы даже не замечаем, что покупая или пользуясь телефоном, мы активные участники мировой глобальной цифровой экономики. Интернет сегодня и интернет вещей, и цифровая экономика во всем. Покупая билет, приходя в магазин, общаясь даже в соцсетях друг с другом, кто бы мог подумать, что простое общение людей или обмен фотографиями, или впечатлениями, эмоциями может столько стоить. Как сделать так, чтобы в будущем мы, к сожалению, не вспоминали о том, что мы сегодня упустили свой шанс? Как вспоминаем сегодня, что и интернет, и компьютер, игру «Тетрис», которой пользуются миллиарды людей на нашей планете, придумали наши соотечественники. Но прибыль, деньги получают другие компании и другие государства. Все-таки хотелось бы, конечно, счастливого финала, как было с главным героем фильма «Форест Гам». Помните, он сказал, что случайно купил акции компании по выращиванию яблок, потому что на акциях было нарисовано откусанное яблоко. Теперь эту компанию знает весь мир. Откусанное яблоко символизирует компанию «Эппл» с капитализацией больше 900 миллиардов долларов. Но есть еще более яркие примеры. Это компании, которые еще 20 лет назад ничего не стоили, практически ноль, только идея. Амазон. Идея продавать через интернет при помощи почты книги. Это компания Google. Это новые технологии в поиске нужной информации в интернете. Компания сегодня стоит под 900 миллиардов долларов. Это пример удачного бизнеса, причем без участия государства. А вот уже примеры нашего отечественного бизнеса в цифровых технологиях. Лидер Яндекс.Ру – 12,5 миллиардов долларов. Мейл.Ру – 5 миллиардов долларов. Касперский, производитель софта – миллиард долларов. И не надо обращать внимание на значительную разницу в цифрах. Очень важно, что мы уже участники и активные участники цифровой экономики. Что у нас есть технологические возможности. А самое главное – есть потенциал роста. Как угнаться за технологиями? На мой взгляд, государство должно получать и владеть информацией. Например, кадастр, например, реестр собственников жилья, например, качество землевладений. На основе уже этой информации бизнес должен инвестировать в новые технологии, в цифровые технологии, создавать бизнес и извлекать из него прибыль и капитализацию своих компаний. Но не надо забывать самого главного – для кого создавались и существуют цифровые технологии. Если мы изобразим главного виновника человека, поймем, что сегодня существует очень много возможностей для цифровых технологий, для того, чтобы человек был удовлетворен. Это, например, здравоохранение. Мы все понимаем, что без интернета сегодня здравоохранения нет. И без новых технологий в медицинских инструментах. Это госуслуги. Мы видим и знаем сегодня, что множество возможностей общения государства и человека осуществляется как раз через интернет. Это образование. Сегодня масса возможностей есть для того, чтобы получать образование, качественное образование через интернет. Это, естественно, ЖКХ, для того, чтобы знать и контролировать стоимость услуг, где сегодня в нашей стране существует масса проблем. Это, естественно, финансовые услуги, где наибольший прорыв сегодня, наверное, в информационных технологиях, в цифровых технологиях. Это сегодня потребление. Сегодня мы можем купить практически любую вещь через интернет или получить любую услугу, пользуясь интернетом. Это, опять же, цифровые технологии. Это, естественно, транспорт. Сегодня вы можете контролировать ближайший рейсовый автобус или заказывать такси и знать, сколько оно будет стоить и когда оно приедет. И, конечно же, это общение. Для того, чтобы люди сегодня, несмотря на миллионы километров расстояния, могли общаться, получать эмоции, обмениваться информацией, получать информацию. Это как раз то, что называется сегодня социальная сеть. Но самое главное, обратите внимание, на что это похоже. Это похоже на Солнце. Отсюда извечный вопрос. Что вокруг чего вращается? Что создано для кого-то или для чего-то? На мой взгляд, все-таки технологии существуют для человека. Человек главный. Он в центре нашего Солнца. Ни в коем случае человек не должен приспосабливаться к технологиям, не должен зависеть от технологии, потому что тогда изменится мир. Это очень опасно. Как в случае с социальными сетями, когда виртуальное общение заменило живое, когда виртуальная информация заменила живую книгу. И, на мой взгляд, это не просто опасно. Мы можем потерять очень многое. И в скором времени тогда будет ситуация, когда живое человеческое общение можно будет капитализировать, можно будет из него извлекать прибыль. Но мы понимаем, что это все с ног на голову. Поэтому надо беречь живое общение, беречь родных и близких. А самое главное, берегите себя и свои деньги. Спасибо. С вами был Олег Савченко. С вами был Олег Савченко.